МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И это связано с тем, что вирус гриппа мутирует в течение года очень сильно. Всемирная организация здравоохранения ежегодно делает прогноз. Она выбирает три возможных варианта вируса гриппа, которые с высокой долей вероятности будут вызывать эпидемию или пандемию в этом году. Они не ошибаются? Нет, бывают. Ошибаются, бывают, что и ошибаются. И все фармфирмы, фармкомбании или иные производители, которые создают вакцины, они апеллируют к данным Всемирной организации здравоохранения. На основании этого создается вакцина против гриппа. Она ежегодно разная. И, конечно, как вы уже заметили, Всемирная организация здравоохранения может ошибаться. Но, тем не менее, вакцина против гриппа, это абсолютно точно доказанный факт, что она не только уменьшает процент заболевших гриппом в данном текущем году, но также она облегчает течение острых респираторных вирусных инфекций, с которыми мы сталкиваемся в зимнее время очень часто. А вот если вернуться к тому, что бывает, что ВОЗ ошибается, но вы прививились не от той формы гриппа, это значит, что вы легче перенесете другую форму или нет? Несомненно, несомненно. Вирус гриппа появится, но он все равно чаще всего находится где-то рядом с той формой, которая прогнозирована Всемирной организацией здравоохранения. И поэтому эту форму гриппа вы перенесете легче. Для взрослых, конечно же, вы перенесете на ногах, поскольку мы все работаем, нам хочется работать, нам нравится. А для ребятишек это... Нам приходится. Ну нет, это нравится. А для ребятишки они будут меньше пропускать в школе занятия, и тем самым не будут отставать от учебной программы. Скажите, а аргументы родителей? Вот в частности, ну понятно, что вакцинация от гриппа, но много вопросов вызывает традиционно вакцинация от полиомиелита. Вот аргументы в этой сфере родителей, которые они высказывают врачам, в школах, в детских садиках, они вот как, на ваш взгляд, они аргументированы или нет чаще? Ну вы знаете, сейчас это касается не только прививок, а вообще беседы с родителями. Сейчас очень много интернет-форумов. Форумы для мам, для бабушек, для дедушек. И читая вот эти форумы, где иногда комментарии, ну не совсем профессиональные, если сказать уже честно, и возможно рассматриваются какие-то частные случаи, которые не имеют подкрепления. И родители зачастую это принимают за чистую монету. А вот как вы ощущаете, вот реально родители стали больше отказываться от прививок? Да, это происходит на самом деле, это происходит действительно так. Реально родители стали отказываться больше. Но проходит некоторое время, когда ребенок посещает детский сад, или они дольше начинают общаться с педиатром. Они понимают, что все-таки вакцинация необходима. Ведь все-таки детские инфекции, они являются наиболее опасными, наиболее агрессивными. И дети, когда мы их вакцинируем, мало того, что они не болеют сами, не болеют их родственники, особенно пожилые, у которых по возрасту уже имеются некие микроиммунодефицитные состояния. То есть дети создают такой защитный купол для всей популяции. А вот очень часто мы сталкиваемся с рассказами о том, что якобы ребенок был привит, он заболел. Но это не совсем так. Ведь иногда родители некоторые симптомы воспринимают по-своему. И когда начинаешь с ними беседовать более подробно, раскрывается совершенно иная картина. Просто нужно доверять своему педиатру и общаться с ним больше. И поменьше общаться в интернете, вы понимаете? Ну, с интернета мы же не можем запретить. Это реалии жизни. Ваш канал тоже же в интернете представлен. К счастью, да. Имеет ли право детские сады, школы отказать в приеме ребенку, ну, родителям, если у него нет прививок? Вот если у ребенка нет прививок, детский сад не имеет права не принимать его. Они не принимают, кстати. Нет, это не так. Там есть несколько условий. Если в детском саду в настоящий момент идет карантин, то этого ребенка непривитого не имеет права детский сад брать тогда. Следующий момент. Если в детском саду произошла вакцинация живой полиомиелитной вакциной, то ребенок непривитой в детском саду не может находиться 60 дней. Вот они поэтому не принимают. А не потому, что этот ребенок им кажется каким-то не таким. Скажите, а заменить прививки, вот те, которые сейчас есть, на менее болезненные? Ну, понятно, это дети, вот на менее болезненные можно? Ну, вопрос касательно менее болезненных прививок я рассматривала с нескольких позиций. Мне кажется, что просто маме жалко, когда ребенку делают инъекцию. Она воспринимает это несколько болезненно. Ну, предположим, маме когда-то в детстве или в старшем возрасте кололи, например, ну, какой-то из препаратов, например, тот же витамин. Болезненно, да. Они очень болезненные. Но вакцины, они практически безболезненные. Там вся боль от укола. Ну, и иголочку она может посмотреть. Ведь мы же для детей раннего возраста, там совершенно другой инструментарий. Он более тонкий, сделан лучше, качественный, захромирован. То есть там масса всяких вещей, все сделано, чтобы ребенку было не так больно. Ну, конечно, неприятная реакция есть у ребятишек. Это правда. Анна Анатольевна, спасибо большое за этот разговор, который, я уверен, важен для многих родителей и тех, кто готовит своего ребенка в детский сад и кто готовится поступать в школу. А я напомню о европейской неделе иммунизации, о вакцинах. Мы поговорили с педиатром высшей категории Анной Турица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...